Ленинградский альбом Петербурга в 70-х и 90-х годах прошлого века. Эта выставка уникальна. Во-первых, потому, что впервые эта графическая серия выставляется целиком и полностью от первого до последнего листа. Во-вторых, впервые она выставляется на родине художника. В Петербурге, где происходило действие и этому городу и посвящена вся эта графическая серия. В своей преамбуле я хотел сказать, что мы отдаем себе отчет, что в наше непростое время чувства людей столь обнажены и столь легко могут подвергнуться оскорблению, что некоторые могут счесть эту выставку оскорбить. однако для нашей галереи здесь в этой графике нет ничего, кроме чистого искусства и искусства самого высокого качества. Тем не менее, если чьи-то чувства могут быть уязвимы или он не достиг определенного возраста, то эту выставку можно пропустить. Я забыл сказать, что в малом зале экспонируются пять оригинальных коллажей из другой графической серии 20-й век, которая является дополнением основной экспозиции. От своего лица, от лица галереи, от вашего лица, я хотел бы высказать слова признательности куратору проекта и неизменному хранителю архива Евгения Козлова, госпоже Ханалоре Фоба. За тот поистине титанический труд, который она совершила в процессе подготовки выставок, за ее терпение и за ее бесконечную любовь к ленинградскому и петербургскому искусствам. Вот, собственно, все, что я хотел сказать в качестве преамбулы, прежде чем передать слово, наверное, Глеб Юрьевичу, куратором галереи. Глеб Юрьевич, согласовывая вас. Спасибо, Андрей. Действительно, мы волнуемся. Искусство Денья Козлова было представлено на выставках, которые были посвящены новым художникам в Петербурге и в Москве. Можно было увидеть его работы. Но график по своей природе такова, что это канонное искусство. И, собственно, альбом здесь, что важно, предстает в виде развернутой по стенам книги, которая становится таким бесконечным посланием художника. И в нем в этом послании есть своя какая-то внутренняя и художественная, и жизненная логика. Работа начинается с первой. И слева направо, сверху вниз. И далее по 256-й, включая обороты. Здесь 292 графических листа. И на них, как Андрей сказал, действие происходило здесь. Да, действие происходило в Петербурге, в Купщине, в разных местах. Это род дневника, интимного лирического дневника, юноши, подростка. Значит, и в 68-м, да, и продолженный по 72-й годы, по-моему, до поры до времени он не показывался, но вот потом началась его демонстрация, и слава. И вдруг обнаружил, что вот ленинградский подросток в 72-м году рисовал такие вещи. Ну, а мы думали, с Андреем, состоится, надо думать, на что похоже. Ну, вот у меня, например, почему-то возникло имя Пироклассовский, сюрреалист, литератор, который создавал такие немножко трансвестийные такие вот фигуры эротические. И, да, и вот, тем не менее, собственно, Евгений Козлов в таком объеме возвращается сейчас на родину, на Ленинград. И, наверное, это станет поводом для того, чтобы кто-то мог, заинтересовавшись, сделать его исследование, серьезное, большое исследование. Я напомню, для меня еще важен такой факт, что год, 72-й год, это год, например, создания известных комиксов «Октябрина», которые придумал литератор Татар Садецкий, и которые как будто были таким вот документом, созданным в России, про коммунистическую такую порно-звезду, которая является таким вот агентом борьбы с норовым злом. Вот, 72-й год. И он не знал, что, оказывается, он пригласил чешских художников, он не знал, что, оказывается, есть игра и автор, который мог бы, собственно, выступить в качестве полноценного иллюстратора. Да, этого, вот, коммунистического порно-кодекса. Да, но здесь совсем нет этого, того, что есть искрепление, вообще нет этого языка. Вот, искусство, которое, другому, он советский. Эта графика очень нежная, трогательная. Здесь масса находок удивительных. И в театрном отношении это удивительные, транзительные такие, такие вот убегающие какие-то текстовые блоки. Вот, так что надо смотреть, читать, чувствоваться. И мы, конечно, очень действительно благодарны ему, что она рискнула сделать эту выставку, хотя, действительно, в этом заключается некоторый подвиг Аннула. Спасибо. Спасибо за ваши слова. И для меня это было, конечно, просто трудно, это было очень сильно. Я просто счастлива, что, действительно, эту серию, этот цикл можно здесь показать. Тем более, что, на Западе, как говорится, он уже оценен, и он грустно, как говорится, от венецианских пиеналей, что, вообще, конечно, считается, что это не самая важная выставка в мире. Она там отделалась вот главной экспозиции. Значит, ее упрал именно кураток 55-го пиеналей в 2013-м году, Масиме Яну Джоне, и он тогда, что Север выбрал все второй раз после Нью-Йорка, после выставки в Нью-Йоркском музее, в Мюн-музее. И, правда, он тебе ограничен на 150 рисунков. И я считала, что пора показать его в полном объеме, именно, как сказал Глеб, именно в том месте, где оно было создано, и куда оно принадлежит, потому что, в общем-то, те, которые принадлежат, как и на очень же совсем молодому поколению, узнают много-много атрибуции, в том числе, что и Джон, и, кстати, развлекался, вот именно все эти малейшие детали, сделанные судьбом, это нужно оценить не просто как концепт, это нужно смотреть на все эти маленькие муфлики там, окошки, что там есть, все эти интерьеры. Это сделано с большой тонкостью и просто, ну, прекрасно. Это полный роман «Людвы», как мы все помним, как это было в таком возрасте. Одно желание, которое здесь, конечно, на рисунках это все обсуждается, это все такое, ну, чуть ли не французское, такое кортези, как, мальчик, с девушкой, как нужно предлагать, чтобы... Вот это все такое, в общем-то, имея такие акционные церемонии, это тонко сделано, это сделано также с чувством юмора, я считаю, может быть, юный художник какой-то не думал, но мне было удивительно, когда я... Ну, и приятно, когда я увидела галерист, и они его почитали и просто начали усмеяться. Действительно, это очень прекрасные рисунки, мы решили, как уже было сказано, добавить холожи в маленькой комнате, которая достойна, конечно, отдельной выставки, и, может быть, она будет тоже в Санкт-Петербурге, почему бы и нет. Почему? Потому что, опять же, глубокая русская тематика, как и здесь, одновременно такая международная, значит, тут очень хорошо соединяется вот это, как сказать, глубокое чувство собственного окружения, с таким очень большим взглядом в дальнейшем. Значит, «Век-20» называется, потому что именно посвящено 20 веку, и Евгений начал с рисунками в 89-м году, но потом, попозже, их развивал, развивал, что обычно он делает. У кого-то есть масштабный цик, потому что он к ним возвращается много раз до того момента, как он читает, что они уже закончены. И выбрал очень много деталей, как раз из этого типа, когда была выпущена книга. В 2003 году саму книгу вы видите без зрения. Он выросл походу в мини-фактуре, наклеились на положение, сделал новое произведение искусства. На два стиха, как учитывается там, у нас есть так, что узнал, конечно, что мы не будем заправить на стране, но потом все будет. И из этого типа ведь 20 потом уже он сделан в страну сейчас. Так что, увидеть, что эта история, она идет дальше и дальше, и дальше, и дальше, и дальше развивается. Я сейчас хотела только одно добавить, и я надеюсь, что на мою русскую я все буду преследить правильно. Как же Генни, который сам Генни определил эту серию, он сказал, что это милианты изнутри сабвери и рубины современного искусства. И так же ямбар с ухами внутри. Благодарю вас с обниманием. Желаю вам все это прелестное выставку посвятить вам для один раз, приезжать вам много раз, почитать и все, как вам. Спасибо. Привет, Евгений. Я убедился, что все идет хорошо. Да? Нравится мы себе? Так что мне все очень понравилось, очень выразительно, очень серьезно, очень взрослый. И главное, много. Я люблю, когда искусства много. Да. И мне уже многие говорят, что за один заход не могут освоить даже четвертую часть этой выставки. Пять картин осмотрят, говорят, достаточно. Все. Я очень люблю, когда много. Они даже захлебываются от искусства. Захлебнутся в искусстве. И вот так должно быть много. Обычно мне, что это искусство не додано. Правильно. Говорят, что там пришел, посмотрел, и вообще, я думаю, что это все. Вот на этой выставке можно смотреть долго. Поэтому великолепно. И концепция мне очень нравится. Очень серьезная. Доволен. Очень серьезная, да. Так, по-взрослому. Спасибо. По-взрослому. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Сейчас у нас больше. Здесь больше. Здесь больше. Андрей, здесь у нас больше. Это все. Все. Василий Владимирович Пирсов. Петербуржец в третьем поколении, для которого искусство не чешенство. Я очень благодарен очаровательной армии, которая осветила этот субличный осенний терпурский день такими светлыми, мужественными. Иначе, как сказать. Да, иначе, как сказать. А не вас в России. А не мы. Именно, как вы сказали, такую лисичь вествии. Ванна. А, да. Ванна. Ну, может быть. Или как-то сказать по-либийски. Айц, вай, дай, айц. Викаря. Ну, нет, это у него страшение. А-а-а. Потому что есть люди, которые имеют внутреннюю систему. Скорее всего. И они ему динут. Скорее всего. Пока один, ну, такой максималист. Это однозначно. Это однозначно. И поэтому у нас всегда проблемы с ним надо. Мы живем вместе с ним. И я всегда... А, вы ему муза? Нет, я не только муза. Ну, хорошо. Кстати, музыку я бы не хотела. Субтитры создавал DimaTorzok